На календаре 31 марта это новости недели Готика Сократ. Хочу сказать огромное спасибо Хантеру, Стэнли Магуайеру, Малиновой Вафельке, Гай Фоксу, Василию Дикиду, Микиду, Ивану Некст 64 Рус, Руслану Винчестеру, Алексею Котову, ну и конечно же Вовке из ПБ. Кстати и Кузьмич еще подтянулся, это все спонсоры канала. Значит у нас с вами новая неделя, новости недели, к сожалению онлайн ввиду того, что у нас идет пандемия коронавируса по всему миру, я думал что онлайн взлетит, но онлайн прибавился всего на 10 тысяч человек и составил суммарно в пиках 50 тысяч человек, что хотелось бы конечно же поболее. Но на этом можно конечно же и посмотреть с другой стороны, так как обновлений нет, но на этой неделе все равно вышло какое-то обновление. Что буду делать дальше неизвестно, так как сегодня сгорают токены за предыдущий бандитский абонемент. Некий доброжелатель с реддита скинул нам файлы внутри игры, которые вышли у нас в недавнем обновлении. Что это такое неизвестно, ведь в компании таких подобных фигурок, статуэток нет. Их добавили совсем недавно, к чему бы это пока неизвестно, мы можем лишь рассуждать и догадываться. Однако разработчики в недавнем интервью заявили относительно того, что хотели бы улучшить роль коллекционера наподобие того, как они сделали с ролью торговца, добавив самогонщика. Неужели это и есть файлы для фотографа, чтобы фоткать какие-то статуэточки, либо это расширение самих коллекций. Либо похоже больше на статуэтки индейцев, может быть добавят какое-то обновление, связанное с индейцами и ковбоями. В общем, фиг его знает. Но что думаете об этом вы? Напишите об этом в комментариях. Читеры вообще охренели. В Red Dead Online появился чит, который позволяет превращать игрока в НЛО. Да, все верно, в НЛО. Он может летать на карте, так сказать, левитировать, взлетать в космос он, конечно, не может. Но читеры уже делают все, что хотят. Вот вообще все. Раньше были безобидные шары и какие-то скелеты двухголовые и так далее, и так далее. Сейчас они могут делать все, что хотят. Взрывать вас на любой части карты, делать так, чтобы вы убили всю сессию, да все, что вообще угодно. А работа над их банами ведется активно. Мы забанили несколько десятков уже читеров. Обязательно кидайте репосты, это помогает. Репосты, Юптур. Репорты. В каталог вернулись некоторые предметы одежды из ограниченной серии. Шляпа Аллигатора. За 158 долларов. В зависимости от расцветки цена может меняться. Маленький цилиндр. За 3 золотых слитка. Куртка Бен Боу. За 77 долларов. Цена может меняться в зависимости от расцветки. Зимнее пальто Стрелка. За 146 долларов. Цена также может меняться. Жилет Артега. За 131 доллар. Подвязанные штаны. За 42 доллара. Сапоги Стриклэнд. За 4 золотых слитка. И сапоги Колхун. За 94 доллара. Также на этой неделе скидки для коллекционеров на все костюмы. Скидки на креольских лошадей. Это лошади коллекционера. Скидки для охотников за головами на тюремный фургон за 525 долларов. А было если что 875. Скидки на все костюмы охотника за головами. Скидки на бретонских лошадей. Это лошади охотника за головами. Также скидки у мадам Назар. Скидки на карты коллекционера. На пряжку Гадюка. На пряжку путешественницы. На повязку Ред Харт. На очки воздухоплавателя. На перчатки без промаха. На компас Уитфорд. На шляпу Экспедиция. На кольцо Блэкболт. На все это у нас есть скидки. Новая еженедельная коллекция Мадам Назар. Красота Брейт Уэйт. Чтобы в коллекции появилась сумка коллекционера, заберите письмо Мадам Назар на почте или в своем лагере. Стоимость коллекции составляет 85 долларов. В нее входит гребень из самшита. Миниатюрное ожерелье Блэйк Ли. Серьги с жемчугом Жозефили. На этой неделе добавили нам все-таки классный шмот. Возможно на этой неделе мы сделаем косплей на крокодила Данди. Возможно, но не обещаю. Потому что фактически для создания этого образа у нас есть все. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале. Полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды. Это все что угодно. Даже смешные озвучки. Все есть на канале Готика. С какой целью, для чего и зачем, я не знаю. Но человек на Red Dead написал сообщение. Вы можете потопить большие пароходы посреди озера Flatiron с помощью динамита. Собственно, все. Я приложил это видео. Может быть, вам это и нужно, и вам это интересно. Но я не знаю, зачем это вообще. Дружище, можешь помочь в развитии канала. Если хочешь оформить спонсорство первого уровня или второго. Второе уже упоминание в роликах. Или стать ангелом-хранителем канала. Также можешь поддержать через донат-алерт. Все ссылки в описании. Более того, если на этой неделе добавят ускорение опыта или какие-то новые фишки в режимах противоборства, то я обязательно укажу это в ролике, под роликом, в комментарии, который закреплю. Поэтому, на данный момент из новостей у нас все. С вами была Готик, а с вами был Сократ. Увидимся уже скоро.